Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о продолжающемся сезоне отчетов США, о продолжающихся переговорах демократов с республиканцем насчет стимулирующих мер, ну и в принципе той ситуации, которая происходит на рынке и что может послужить новыми драйверами роста для американского фондового рынка. Ну а перед началом вебинара я напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ну а те вопросы, которые у вас появляются, оставляйте их в комментариях. На текущий момент этой неделе по-прежнему остается крайне важной, очень много событий, которые будут на этой неделе и опубликованы, и будут обсуждаться, ну в принципе начнем с тех заявлений, которые были в понедельник, компания Moderna, компания Pfizer пришли к финальной стадии испытания вакцины, безусловно это является определенным позитивом для фондового рынка, особенно на волне распространения коронавируса. С другой стороны, с точки зрения коронавируса, давайте взглянем на карту случаев на текущий момент, посмотрим именно США, здесь мы видим определенное замедление, то есть да, уже пиковые значения на, по крайней мере в этом месяце они пройдены и мы видим постепенное снижение, безусловно это также является позитивом на текущий момент, потому что опасения второй волны, третьей волны, они безусловно остаются и это подогревает на текущий момент экономику. Также важной является ситуация с отчетами, которые идут на этой неделе полным ходом, на этой неделе отчитывается огромное количество компаний. Перед вами календарь и здесь мы видим большое количество компаний, которые уже отчитались и компании, которые будут отчитываться сегодня и завтра. в принципе здесь как раз вот основными драйверами роста могут стать компании технологичные, которые как раз входят в индекс S&P 500 и составляют порядка 20% вот этого индекса, если, то есть пока по ожиданиям, ну и в принципе по тем данным, которые мы видим, рынки росли, то есть NASDAQ уже обновил исторические максимумы и в принципе эти компании остаются в росте, то есть скорее всего они покажут прибыль именно как технологичные компании и это даст дополнительный драйвер для роста. Ну вот большинство этих компаний как раз вот Амазон, будет Google, будут отчитываться завтра, Apple, да, то есть вот в принципе завтра рынок будет максимально, я думаю, что активен. Ну какие-то компании отчитаются после закрытия рынка, то есть тогда уже вероятно в пятницу мы увидим, ну а Амазон тоже отчитывается после закрытия рынка, Google отчитывается перед открытием рынка и вполне вероятно, что четверг-пятница могут быть в этом случае крайне волатильными. Последние пару дней мы видели коррекцию на входном рынке, лично я для себя открыл также позицию уже на покупку как по S&P 500, так и по DAX 30, но об этом расскажу также чуть дальше. Соответственно еще одна вещь, которая являлась важной для рынков, ну и в принципе то, на чем рынки росли, мы это уже обсуждали. Сейчас идут переговоры между демократами и республиканцами на счет нового пакета стимулирующих мер, то есть в принципе все понимают, что это нужно, но сейчас договариваются о деталях, как выплачивать, какой сумме выплачивать, какому населению выплачивать, ну и в принципе в первую очередь будет поддержка тех людей, кто потерял работу из-за коронавируса, ну и в принципе всех, кто в этот сложный период потеряли работу. Соответственно количество заявок на именно безработных оно растет, то есть здесь мы видим новый виток роста, ну это вероятно связано как раз с новыми распространениями коронавируса, все равно часть бизнесов тоже закрывается и тем не менее сейчас правительство США хочет поддержать, ну население, которое в первую очередь пострадали. Это еще один драйвер роста, который как раз на рынке может произойти. Ну и безусловно мы с вами понимаем то, что рынки сейчас находятся на локальных максимумах, то есть растут не потому что все хорошо там в компаниях, а потому что экономику насыщают деньгами. Пока это продолжат делать, скорее всего тенденция к росту она сохранится. Сегодня из важных событий, которые будут, это решение по процентной ставке, но здесь скорее всего сюрпризов мы не увидим, скорее всего ставка останется на прежнем уровне, но большее значение будет иметь пресс-конференция, на которой Джером Пауэлл скажет свое мнение о том, что он видит на рынках, что происходит, что происходит в экономике и вот как раз на его заявление уже будет полноценная реакция. Если он видит ситуацию позитивно, то соответственно скорее всего это подогреет фондовые рынки и соответственно сможет ослабить американский доллар. Но для США тоже важно понимать, что американский доллар является плюсом, так как многие компании получают деньги из других стран и соответственно конвертируя получают на выходе больше долларов. Соответственно это слабый доллар, для США это неплохо. Но безусловно, что он как правило регулируется в каком-то определенном коридоре. Поэтому все эти события на этой неделе они крайне важны и в принципе здесь я на текущий момент для себя ожидаю сейчас завершения той коррекции, которая была последние пару дней. Еще один виток роста по фондовым индексам, потом вполне вероятно, что мы можем увидеть и коррекцию, и этот год-год выборов. То есть остается не так много времени, то есть мы уже войдем в новую фазу уже осенью, когда новые коррекции на рынке могут появляться, но пока все стоит за сохранение как раз тенденций. Ну давайте глянем на рынки и посмотрим, что сейчас на текущий момент происходит. По евро-доллару здесь мы видели позавчера новый локальный максимум, тенденция восходящая здесь продолжается и с точки зрения там же часового таймфрейма, то есть вчера хоть мы не увидели обновление локального максимума, но пока изменений, пока коррекции здесь у нас не намечаются. То есть пока тренд на укрепление евро и соответственно ослабление американского доллара здесь продолжается. С точки зрения торговых идей пока я, то есть пока здесь нет никаких ситуаций, то есть на вход контратрендово, но основная идея все-таки продолжится это именно покупки на коррекциях, возможно из области как раз 1.14-1.15 это было бы интересно сделать, вновь зайти на рост, если опять же текущая ситуация на рынке сохранится. По британской валюте также мы видим здесь продолжение роста, сегодня уже обновили локальный максимум, в принципе британской валюте есть куда расти, ну и собственно на фоне ослабления американского доллара этот рост мы видим. Основная идея, которая здесь имеет смысл придерживаться, это покупать на коррекции, покупать из области например 1.2760 на текущий момент это интересно или даже чуть ниже на 1.27. Поэтому основная идея также здесь остается на покупке. по паре американский доллар, канадский доллар, здесь я пробовал заходить от уровня на ожидание как раз коррекции по американскому доллару, но пока ее не случилось, поэтому моя позиция здесь была закрыта и здесь по данной валютной паре я остаюсь вне рынка. Но в целом здесь коррекция также может произойти, поэтому здесь так как основной тренд у нас сохраняется нисходящий, то продажи из области как раз 1.3480, 1.35 они здесь являются интересными. Здесь безусловно нужно увидеть коррекцию, после которой также заходить уже в сторону основного тренда, основной тенденции. Но сегодня опять же к концу дня, ну и в принципе завтра в первой половине дня будет понятно какой вектор движения может быть у рынков. Это соответственно увидим исходя из реакции на рынке. По паре американский доллар, японская иена, здесь у нас сохраняется тенденция нисходящая. Мы видим новое обновление локальных минимумов. В принципе здесь тоже есть потенциал для снижения, то есть до тех минимумов, которые мы видели в начале марта, то есть в область 100-101. Сейчас эта тенденция сохраняется, поэтому опять же как одна из основных идей это продажи на коррекциях. То есть пока мы падаем, то здесь даже не к чему прицепиться, то есть нет никаких сигналов на возобновление роста, поэтому тенденция нисходящая сохраняется, но безусловно входить на самых меню не самое оптимальное, поэтому имеет смысл дождаться коррекции и уже следовать тренду. По паре австралийский доллар и американский доллар, сегодня мы видим тоже новое обновление локального максимума, то есть мы вернулись к стадии роста. Не совсем были хорошие, ну по крайней мере для меня уровни для входа. То есть вот если бы мы скорректировались в область 70-20, то оттуда я бы в Австралию заходил. Но этих уровней не было, поэтому тут я сделку не открывал. Поэтому сегодня опять же обновление локального максимума пока подтверждает сохранение восходящей информации, которая у нас на рынке образовалась. По новозеландцу тоже картина похожа, но мы пока не обновили максимум 2019 года. Потенциал для роста здесь чуть выше, чем по австралийству, но опять же ситуация для входа была не самая оптимальная. то заходили, сигнал был в зоне, все-таки мы находили в зоне перекупленности и вот коррекция чуть ниже была бы более оптимальна для входа. То есть опять же сейчас входить там по 65-80 я считаю, что более оптимально по данной валютной паре. Золото продолжает рост, немного мы остановились вчера, обновили локальный максимум, затем скорректировались. В принципе вчера тоже поступала информация из Китая о том, что золото упало, потребление золота в Китае упало на 38%. Это могло быть негативно, но рынки я думаю, что этот момент не очень сильно восприняли. То есть золото воспринимают как актив-убежище и в принципе мы движемся на уровень 2000, который я думаю, что в ближайшее время мы можем показать, а потом можем увидеть и какую-то небольшую коррекцию. Но пока рынки, фондовые рынки в том числе растут, насыщение деньгами, скорее всего по золоту. То есть пока текущая тенденция именно фундаментально сохраняется, тенденция по золоту скорее всего тоже продолжится именно в рост. По DAX, в принципе по фондовым индексам, как раз здесь позиции я открывал. Сейчас вот я нахожусь в рынке по DAX, по S&P 500. Была коррекция к области поддержки на 12764. То есть опять же основной тренд сохраняется восходящий. Приняли стимулирующие меры в еврозоне. Это было на прошлой неделе, соответственно пока не очень понятно, насколько этого хватит. Но тем не менее определенные стимулирующие меры здесь есть. Поэтому здесь я ожидаю для себя ближайшие цели роста. Это область 13312. То есть обновление локальных максимумов, которые мы видели в этом месяце. Но вполне вероятно, что в ближайший месяц будет еще один рывок как раз на исторический максимум. Но оттуда уже коррекция может быть чуть выше. Но опять же как основная идея это искать покупки. Покупки на коррекциях и следовать за трендом. По S&P 500 тоже мы довольно таки неплохо скорректировали. То есть коррекция была как раз на том негативе, который поступал на прошлой неделе. То есть порядка трех процентов была коррекция. В принципе здесь тоже остается потенциал роста уже в ту область максимальных значений, которые мы видели в начале этого года. Ну и плюс, как я уже сказал, то есть новый пакет стимулирующих мер, отчеты компании, которые планируются на этой неделе. Это все может подогреть рынки как раз на движение к новым историческим максимумам. Поэтому здесь я нахожусь в позиции. Давайте покажу тоже вот локально. То есть в принципе вход мы осуществлялся на коррекции. После того как цена вчера смогла закрепиться выше максимума 27 числа, входил я на коррекцию отложенным ордером. Стоплос убирал чуть подальше за минимум 27 числа. То есть ну собственно мы близко подходили к этому уровню вчера, сегодня, но пока пытаемся как раз возобновить рост. Собственно обновление локальных максимумов, которые были вчера, даст дополнительное как раз подтверждение вот данного сценария и продолжение роста. То есть в принципе вот этого момента я для себя жду для того, чтобы быть более уверенным как раз в этой позиции, ну и продолжать ее уже дальше поддерживать. По S&P также вчера мы получили сигнал на возобновление роста, мы обновили локальный максимум. Здесь я поставил отложенный ордер на уровень 3217, из которого как раз мне было комфортно войти с точки зрения рисков. Стоплос у меня стоит за минимум 24 числа. Мы скорректировались вчера. К концу дня, как раз закрывая день, то есть вчера S&P закрылся в негативной зоне, сегодня мы немного уже подрастаем по фьючерсам на S&P 500. Но в целом пока так же картина для меня выглядит восходящей. Ближайшие цели роста это 3290, но как цель максимум это обновление исторических максимумов по S&P 500, которые мы можем тоже на фоне как раз той ситуации, которая происходит, которую мы уже обсуждали, можем увидеть данный рост. Нефть несколько подумерила пыл, что называется, но пока общий тренд тоже сохраняется восходящий, поэтому здесь пока покупки остаются в приоритете. Но потребление все-таки нефтепродуктов, оно снижается как в частном секторе, так и в производственном секторе, поэтому пока здесь мы не увидим какого-то роста как в ВВП, который как раз будет завтра опубликован, так и в потреблении именно частном, то здесь вот такое вялое движение у нас будет сохраняться, но пока общая тенденция тоже идет непосредственно к росту. Вообще в целом, то есть неделя обещают все еще быть довольно-таки интересно. В принципе, среда, четверг, пятница могут быть крайне волатильными. Ну и мы с вами будем следить за тем, как эта ситуация будет продолжаться. Ну а также напомню, что сегодня у нас пройдет вебинар с Александром Элдером, на котором как раз мы тоже будем слушать и обсуждать именно мнение Александра по текущей ситуации, какие есть интересные акции для покупки, какие есть интересные моменты, на которые важно обратить внимание, что в целом в принципе происходит в США у человека, который именно там живет. Я думаю, что это будет также максимально полезно для всех наших слушателей. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь на вебинар. И в 7 часов по Москве мы с вами увидимся и как раз разберем еще раз вот эту текущую ситуацию вместе с Александром. Ну а на сегодня это все. С вами был Саков Роман, компания Admiral Markets. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня. Всем спасибо за внимание и до свидания.